Военная выправка и грудь в орденах. Несмотря на возраст и боевые раны, День защитника Отечества для этих людей – главный праздник. Они вспоминают своих товарищей, которые не вернулись из боя, и непростой путь, который каждый из них прошел. Герой России, участник двух чеченских кампаний, а ныне подполковник в запасе Сергей Палагин – человек очень скромный. Несмотря на все награды и звания, о себе рассказывать не любит. Больше говорит о друзьях, с которыми в небе защищали Родину. Андрей Глянцев, представлен к званию героя за то, что отвел свою машину от населенного пункта Просковей. Спас всех, всех спас, а сам погиб. Рефагаць Хабибылин. Мы вместе воевали, вместе служили, вместе летали. И мой друг, как говорится, погиб. И знаете, много таких ребят. Мы вместе с ними служили, вместе летали в одном небе, защищали, выполняли задачи. Те, которые были поставлены на командование. Сейчас Сергей Палагин много сил и энергии отдают воспитанию молодежи, так же, как и его старший товарищ, герой России Павел Сюткин. Участник Великой Отечественной войны прошел боевой путь от Брянщины до Восточной Пруссии. Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. Но награды нашла его только в 2008-м. Сейчас в свои 95 Павел Павлович передает накопленные знания и опыт подрастающему поколению. Встречается со школьниками и студентами военных училищ. Служить в родине, быть в армии – это почетный долг и честь каждого юноши. А это сила и мощь нашего государства. Тех, для кого честь, достоинство, отвага и мужество – не просто слова, а образ жизни – чествовали сегодня в зале Кубанского казачьего хора. Ветеранов, офицеров российской армии, курсантов военных училищ уже во время официальной части поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. 23 февраля исполняется 100 лет вооруженным силам. За это время наша армия пережила многое, но доказала свою силу и мощь. На свой вековой юбилей армия и флот России встречают с высоко поднятой головой. Потому что благодаря нашему президенту Российской Федерации мы смогли укрепить, восстановить, а где-то и создать заново военную мощь страны. Сегодня армия России снова считается одной из современнейших и сильнейших армий мира. Тысячи кубанских мальчишек проходят службу в различных частях и подразделениях по всей стране. И служат честно, достойно представляя свой край, край, в котором защищать Родину всегда считалось почетной обязанностью и святым долгом. Наша история знает много примеров самоотверженного служения Отчизне. Но самые яркие и героические из них, безусловно, оказала Великая Отечественная война, победа в которой досталась невосполнимой ценой. Наш долг заботиться о ветеранах войны и труда, беречь и защищать память о подвиге предков, не допускать искажений и любых переписываний исторических фактов. За значительный вклад в развитие ветеранского движения и патриотического воспитания подрастающего поколения из рук губернатора благодарности и почетной грамоты получили семь человек. Двое удостоились медалей за выдающийся вклад в развитие Кубани. В эти дни главные герои праздника – люди в погонах, но традиционно поздравляют всех мужчин, защитников в самом широком смысле слова. Наша армия самая сильная, наша армия самая спелая, наша... Краснодар. Краснодар. Краснодар.